Друзья, добрый день! Я сегодня увидел, что вышла новая пассивка на Нани. Совсем недавно было изменение баланса, и этого персонажа немножко бафнули. Я его тестил, ну, прям, чтобы кардинально что-то изменилось, вряд ли, но он чуть-чуть получше стал, да, окей. Чтобы этот персонаж стал более-менее имбалансным, ему там, не знаю, дистанцию стрельбы, ХП добавить, что еще? Ну, не знаю, короче, ну, точно перезарядка его не сделала прям супер таким играбельным, потому что если посмотреть список лидеров, то прошел уже сезон целый, я до сих пор с Шарком на втором месте в СНГ. То есть, ну, и то я слился, потому что тестил его. А так, его никто еще в СНГ не апал на 1000-1250, ну, то есть, я не видел. О, гарда приглашает. Ну, как вовремя. Сейчас, может, в Дискорд залетим. В общем, давайте перейдем к пассивке, посмотрим, что за пассивка, может быть, она нам что-то даст. Поехали смотреть. Вот она. Продается она за гемасики, продается она за золото. Естественно, я гемы тратить не хочу, у меня золота очень много, поэтому я куплю его за золото. Так, по пассивочке. Она не получает на 80% меньше урона, пока действует ее супер. О, это, то есть, когда я буду управлять пипом, пимпом, или как он правильно там называется, я буду таким более-менее танком, потому что всегда я умирал от того, что пока я управлял вот этой его штучкой, пипом, то меня убивали. Ну, что ж, окей, давайте купим, пам, хорошо. Скрины, боже, я когда-то запишу ролик, сколько у меня скринов на iPad. Поставь лайк, если бы хотел. Поставь лайк, подпишись на канал, если бы хотел, чтобы я записал ролик. Сколько и каких у меня скринов на iPad. Ну, то есть, они все однообразные, просто листаешь, там, я не знаю, пассивка, лего, еще что-то листаешь, и одно и то же. Я не знаю, зачем я постоянно это делаю, но планшет у меня рабочий, поэтому мне там никакие фотографии не нужны. Там тупо скрины игры. Вот, ну, если наберете дофига лайков, то, может быть, запилим что-то. Так, окей, пассивыч, берем пассивыч, ну и сейчас пойдем тестить. Осталось определиться, в дуо, в трио или в соло пойду сейчас. Что у нас тут? Карта с роботом. Окей, сейчас проверим. Может, Роми набрать? Может, он со мной поиграет? Алло, привет! Погнали в БС со мной покатаем. Чё, чё, прям сейчас? Ну да. Не-не, братан, сегодня точно не могу, сейчас Ведьмака третьего на мобиле тестирую. В смысле? В смысле на мобиле, а как ты его запустил? Такие же сервисы GFan.ru GFan.ru это потрясающий сервис для игры с любого устройства. Старый ноутбук, смартфон, офисный компьютер, неважно. Главное, чтобы был интернет, а игры точно запустятся. Ну, сам подумай, зачем заморачиваться с апгрейдом, покупать мощный комп или ноут, если можно вот прямо сейчас играть с максимальными настройками графики во все, что хочешь. И когда я говорю про максималки, я ему веду в том числе трассировку лучей. Работает, ну, супер просто. Регистрируешься на сайте GFan.ru, скачиваешь приложение GeForce Now и начинаешь играть. Ведьмак 3, Metro Exodus и огромная библиотека игр, которых уже больше 500 штук. Покупать повторно не придется. Список доступных игр берется из списка уже купленных тобой в цифровых магазинах. Но можно играть и в бесплатные игры, типа Fortnite, World of Tanks, Warface и другие. GFan.ru предлагает на выбор две подписки. Базовая и премиум. Базовая бесплатная и доступна для всех с небольшим ограничением. А вот подключив премиум, ты получишь 6-часовые игровые сессии, игру без очереди и желанный RTX. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и начинай играть бесплатно прямо сейчас. Преврати свой смартфон или слабенький компьютер в мощнейшее устройство для максимального гейминга. В общем, мы решили с Гардой пойти в дуо ШД. Нас ничему жизнь не учит. Мы вчера нормально так отхлестнули в ШД. Но под конец ролика мы разыгрались вроде более-менее. Но опять-таки все равно ШД это не трио. И стабильно отыгрывать не получалось. Вот. Даже с сильными игроками, как вы привыкли писать. Холдик, ты сам ничего не умеешь, только вывозишь за счет сильной команды. Вот. Даже с сильными игроками в ШД тоже на Unreal. Ну как. Просто, может, надо привыкнуть. Как-то ШД шери может... Я просто в дуо не особо любил катать. Я если катал в ШД, то соло мне нравилось. То, не знаю. Может, в дуо надо разыграться, привыкнуть. Но я пока тактики не уловил. Да и вчера была карта без этих... Без ящиков. А без ящиков, конечно, сложно. Так, хоп. Так, сейчас проверим пассивочку ее. И я вам скажу, какая лучше в итоге. Но... А я и забыл, какая первая на самом деле. Ну ладно. А... Ух, нифига себе я урона дал. Только я умер. Ой, если он Биби добьет. А он добьет Биби. А он добьет ее. Реально добьет. Все. Нифига себе стенка. Так, робот, робот. Не, он не добьет Биби. Так. Робота на себя брать, наверное, не будем. Так. 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 Хорош. Так, блин. Я отвечаю. На ней не хватает хп. Вот тупо не хватает. Оу, щет. Ну ладно, давайте. Окей. По 3к, как. Шелли, я не знаю. Или сколько. Сколько Шелли дамажит. Ай, ай. Так, блин. У меня я вообще не могу. Я не вывожу. Ля, мы дамажили, дамажили робота. А забрал спраут один. Я даже до ульты не дошел. ШД, пацаны, шД. Ну что, у нас пошла другая тактика. Мы взяли бо, чтобы я фармил ульту. Смотрите, как быстро фармится ульта на Нане. Смотрите. Я сейчас нафармлю ульту. И просто буду сразу. Все, полетела голова. О, и видите, у него щит сразу. 3000. Ну, надо побольше банок. И я головой буду сносить каких-то хиленьких персонажей. Так, сейчас посмотрим. Так. Так, я пойду фармиться. Так, пойду фармиться. Пам, пам. Пам. Ну, блин. Это наш робот. Ой, хорош. 7 банок. Ну, все, мы опять проиграли. Последним сейчас сдохнем. Это невозможно. Че, блин. Вообще не понимаю, как в этом шедевр выигрывать. Ну, Нане. Нане не тащит. К сожалению, блин. Фу, боже мой. Как меня это бесит. Ладно. Фу, не знаю. А мне так раздражает, что да. Я не знаю. Ну, на Нане тут вообще нереально играть. Ну, вообще нереально играть. Ну, вообще нереально играть. Ну, либо мы, не знаю. Либо у нас просто не пошла катка. Без понятия. Семибаночное зажали. Да справа ты, блин. Две тыки дали. Меня вынесли. Ого. А вот так мне нравится. Вот так мне нравится, блин. Когда с баночками хп много. Так, хорошо. Ну, все. Вот зафармились. Теперь. Теперь держись. У нас просто хиленькая команда такая. Ну, что такое? Что это? Шесть банок и у меня пять к хп. Ничто вообще. Тем более у меня не такой уж прям молниеносный урон, чтобы... Если вдруг что, сразу... Не, ну, в принципе, не. Урон нормальный. Урон как раз таки молниеносный. Ну, если попадешь. Если попадешь. Так. Сейчас набьем ульту. Так. Я надеюсь, что мы сейчас возьмем топ-1. Потому что оно по-другому быть не должно. Там Леон в инвизе сейчас сто процентов. Сейчас, если что, я готов его сразу выносить. Блин, ну, что они... Вот 900 кубков чувствуется. Вообще они умирают. Четыре команды до сих пор. Как они достали. Так. Кто там у него резнулся? Да, метатели. Опа. Восемь банок у чела. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, блин, ну не попадешь. Реально. Вот не попадешь. Вроде мало хп, но не попадешь. Ну, нет. Хорошо, что гарда все забрал. Ой, жесть. Сложно отыгрывать на Нане, честно скажу. Ой, хорош. Я всего лишь одну банку получил. Так. Я даже ульту не накопил. Я даже ульту не накопил. Да, тут всю катку сделал гарда. Абсолютно всю. Я, ну, какого еще бегал. Окей, плюс 7 кубков. Ну, в принципе, если еще 2-3 катки затащить, то можем 900 кубков вернуть и зайти в топ-1 СНГ. Ну, что ж, попробуем. Со вчерашнего дня я тупо на одной Нане играю. Вчера было изменение баланса. Я на Нане играл. Сегодня добавили пассивку на Нане. Я играю. А на пути рангов пока не стримил даже. Но на пути рангов, ребят, я уже подготовил видос. Не знаю, может он завтра выйдет. Сегодня я буду стримить. Приходите. Я буду, скорее всего, апать Джина на 1000 кубков. Вот что-то мне сильно хочется заапать этого персонажа на косарик. Если вам интересно, буду вас ждать сегодня на стриме. Напишите в комментариях, что бы вы больше хотели. Стрим по пути рангов или стрим Джина на косарик. Напишите об этом в комментах. Короче, сейчас посмотрим. В зависимости от того, какое место мы займем. Если топ-1 я продолжаю. Если меньше места, то на этом завершаю. Ну, меня интересует... Меня интересует протестить пассивочку нормально. Ну, хотя, опять же, эта ситуация должна так произойти, чтобы там завязался щит. Не, отвечаю. Нани проигрывает во всех позициях. Ну, всем персонажам практически. Ну, то есть, реально, что там на спайке обыграть Нани? Вот что? Это вообще ничто. Да любым персам Нани обыграть легко. Реально, на нем сложно очень отыгрывать. Ну, я не разыгрывался сразу Чикси и пошел в катку. Если вот денек покатать, как я тогда косаряпал, я думаю, что будет поярче. Ну, нифига себе. Нормально так закидывает. Просто. Пол-ХП нет. Опять поджимает. Смотрите, сейчас будет тупо через стену нас колбасить. Наверное, это последняя катка. Сейчас, если притянет его... Отлично. Сосайло. Блин. Ааа, сложно было. Ну, все, на этом все, ребят. Попу. В попу эту. Я и пассивку не протестил. В попу эту Нани. Очень сложный перс. Просто... Просто не. Просто говно. Он готов еще одну катку сыграть. Ладно, последняя. Последняя. Горит. Это, пацаны, ласт. Отвечаю. Фух. Вы понимаете, когда нас зажимают, я не могу резко выдать точечный урон. То есть, резко попадать. Со всех сторон. А надо резко. Бам-бам-бам. Там чуть ли не на автоатаке выносить всех. А на Нани реально пока прицелишься. Вот в 3 на 3 еще. Окей. Там на фланге ты там с одним персом концентрируешься. Но максимум с двоим. Когда помогаешь второму флангу. То здесь в ШД немножко все по-другому. И... Очень мне трудно. К сожалению. Напишите в комментариях, какого есть Нани. Сколько вы на Нани апнули? Как вам на нем играть? Сложно? Легко? Так. Да твою ж мать. Ля, опять зажимает. Глянь. Ну, опять зажимает жестко причем. Я даже хызы куда деться. Просто хызы куда деться. 200 хп. Вот 200 хп. Вот как мне добить 200 хп челу? Ну вот, куда мне деться, скажите? 5 команд. Что мне сделать? Ну вот, в принципе, можно выйти вот так. Да я сейчас от дыма сдохну, наверное, быстрее. Пока.